Несовершеннолетний сын начальника милиции насмерть сбил женщину. Это произошло в поселке Песковка Бородянского района. По информации пресс-службы главного управления МВД Украины в Киевской области, 17-летний студент на «Жигулях» сбил 47-летнюю женщину, которая позже скончалась. Все обстоятельства в материале Елена Механик. Это маленький поселок, тут всего-то 7 тысяч жителей. Все друг друга знают, в курсе, кто чем дышит. Оттого авария со смертельным исходом сколыхнула всю Песковку. Все произошло здесь, в 50 метрах от порога дома Людмилы и в нескольких шагах от пешеходного перехода. Я вот тут стоял, вижу машина, едет оттуда с большой скоростью. Поворачиваю голову, уже там человек прилетает через машину и падает в асфальт грудью. Воскресенье, середина дня. Людмила вышла от соседей, осталось перейти дорогу, и она дома. Женщина почти ступила на тротуар, и вдруг удар. Это уже потом в ГАИ установят, что длина тормозного пути красных «Жигулей» 27 метров, и что на тормоза жал 17-летний сын подполковника Бородянского РУВД. Удар был такой силы, что она такого сложения, как я, может даже чуть-чуть, подлетела на 2 метра в гору, перевернулась, как тряпичная кукла. В больницу Людмилу привезли еще в сознании, но оттуда она уже больше не вышла. Остановка сердца была, как клиническая смерть, ничего, врачи ничего сделать не смогли. Нерядовой милиционер, отец юного водителя без прав, принял удар на себя. Стремительно организовал похороны, назначив их сразу же на второй день после смертельного ДТП. Но на них так и не появился. Лишь по телефону. Коротко о главном. Местные жители возмущены. Сын большого милиции Сквычины из маленькой провинции за рулем с детства. В прокуратуре предвосхищают народный гнев. Резонансное дело на особом контроле. Валентина, сестра-двойняшка Людмилы, говорит, горе одной семьи сплотила весь поселок. Если дело за мной, мы просто пойдем, будем перекрывать дороги. Лучше бы он меня убил, или мою дочку. Вот вопрос. Осиротил детей моих. И ее осиротил. Людмиле было 47. На небольшой проселочной дороге до сих пор зловеще чернеют две полосы, перечеркнувшие одну жизнь. Елена Механик, Дмитрий Евчин, Антонина Моровди, Вячеслав Ролов. Подробности телеканал Интер.